Здравствуйте, дорогие друзья! Я Женёк в эфире, канал Люксвилл. Всё как обычно, ничего не поменялось, а значит сейчас будет что-то крутое. И как вы уже заметили, по деньгам-то разумное. Друзья мои, встречаем! Венбо, колхозник, монстр! Погнали! Короче говоря, если вы вдруг решили каким-то экзотическим способом провести свой выходной день, а может быть и два, решили поработать курьером, доставлять вы будете еду, может быть какую-то посылку, неважно что, то мы, ребятушки, рекомендуем вам это делать только вот на таком веле. Это монстр! Я бы так сказал, усовершенствованный, обыкновенный колхозник. А теперь давайте вместе с вами разбираться, что же здесь усовершенствовано. Итак, как мы сразу видим, это первый электровелосипед на штампах. Покажи, сам вот облети, и покажи, пожалуйста, реально штамповка от тачки. 16 дюймов покрыха, смотрите, какая толстая, широкая, с протектором. Ну такой прям сразу в зиму можно въехать. Ну и, конечно, сам диск. Такой сломать, посмотрите, мало того, он высокий, не страдает бордюрной болезнью, есть защитный борт. Но главное, помимо колес, вот посмотреть на переднюю вилку. Она от какого-то мопеда. Неважно, Дельта, Карпаты, все что угодно. Такое ощущение, давайте послушаем. Ну, наверное, все-таки масла в ней нет, но, по крайней мере, складывается такое ощущение, что она всеядная. Я сейчас покатался, и по большому счету, да, больших каких-то кореней, кочек и всего остального не было на моем пути, но там, где обычный колхозник заставляет вспотеть своим грохотом, своими ударами, то этот, в общем-то, относительно тихий. Кроме одного предмета, это задние сидухи. Я вам уже показывал, но покажу еще раз. Вот так вот нужно постараться. Открываем. Раз. Раз. И у вас, в общем-то, либо багажник для вашей сумки, ну, если вдруг вы в выходной еще и сумку себе прикупили и решили поработать. Только на этом. Либо можно закрыть вот таким вот жестоким образом, и у вас полноценное сидение, ну, вдруг кто-то вместо посылки закажет отвезти себя. Почему же? Не надо отказывать. Пусть будет такой некий особый, изощренный способ такси. Короче говоря, вот так внешне, в параме все вроде бы осталось, как и раньше. Единственный элемент, который вот раздобрел, будем так говорить, это площадка под ноги. Теперь можно смело, в общем-то, снимать эти короткие, неудобные педали. Вот. А я вам сейчас продемонстрирую, как работают эти короткие педали. Вы такой сели. Смотрите. И... Выключить надо. И никуда не поехали. А! Все ясно. Поехали. Смотрите. Почему-то я все время, когда начинаю крутить эти короткие педали, хочется петь на китайском языке. Ну, короче говоря, на этих педальках долго вы не проедете. А вот подставка для ног вполне себе удобная. Смотрите. Раз. Можно даже вперед поставить. Здесь есть усилители по раме. Это сразу элемент, который бросается. Уж не знаю, что там у ребят. Как они, извиняюсь, ломают эти рамы. Вот сзади, посмотрите, этот элемент усиления проходит вплоть... Ну, здесь вообще вот видно сплетение всяких труб, всяких профилей. Посмотрите, здесь все сплелось в одно. Ну, короче говоря, я думаю, сломать это теперь точно тяжелее. Ну, по крайней мере, передняя вилка гасит удар, рама явно выдержит, а сзади грохочущий звук напугает любого, даже ямы. Короче говоря, есть и подвеска, и сзади. Работает она достаточно жестковато. Давайте я сниму с вот этой подножки. Видите, подножка даже немного усовершенствована. Здесь такая педаль. И давайте посмотрим, как работает подвеска. Ну, жестковато, я честно скажу. Может быть, даже где-то и упругое. Не, жестко. Все-таки жестковато. Окей. Но, по большому счету, оно может быть даже и хорошо, чтобы не особо и растрясалось то, что вы будете возить. А может быть, кого? Саня, облети, пожалуйста, покажем мотор-колесо. Здесь оно такого дизайна. А вот здесь уже что-то другое. И смотрим. Указано 240 ватт. Но, конечно, здесь 60 вольт. Едет это по-другому. Я прошу прощения, что-то произошло. Может быть, комар? И посмотрите на усиление по крылу. Опять-таки, помимо хитросплетения в раме, есть еще вот такие вот усилители по заднему крылу. Крылья, как и водится, это не ржавейка. Вот, с брызговиком. Здесь все серьезно, как обычно. И все тоже босс-тайр. Смотрите. Босс-тайр. Короче говоря, колеса действительно увеличились. Если говорить серьезно, то по большому счету запас прочности, конечно, у вело вырос. Ведь это все-таки рабочая лошадка. То есть, что выросло? Давайте так. Выросли колеса как в ширине, так и в толщине, так и в надежности, я думаю. Это точно абсолютно. Ну и протектор увеличился, видно. Плюс аккумуляторная батарейка теперь на 20 ампер часов. К тому же, вилка, как вы видите, сразу преобразилась. Теперь она надежная, не бухает и никак не скрипит, не трещит. И сама по себе рама тоже усилена. Во всем остальном, в принципе, это знакомый нам колхозник. Тот же борт-компьютер, ключ-ключение, рукоятка акселератора, гидравлические тормоза. При этом это серьезная гидравлика с бачками. Покажи, пожалуйста, Саня, вот такие вот суппорта машинки. Ну, по большому счету, придраться-то совсем не к чему. Но, опять-таки, нужно понимать, что это рабочий инструмент. Для дачи пойдет шикарно. Вот с такими колесами явно будет себя лучше чувствовать. На грунтовке, на грунте. Ну и главное, такой велосипед, я вам честно скажу, по собственному опыту, не жалко. То есть он прослужит абсолютно долго. Если аккумулятор вы сняли, домой занесли, если на улице дождь, мороз, еще что-то, зима приключилась, удобно доставать. Все, вот вы его сняли, а сам он может стоять хоть где. Хоть на крыльце, хоть под крыльцом, хоть и под навесом. Можно и прям под открытым небом. Единственное, что у вас первое покинет чат, это дисплей. Но по большому счету, здесь все, вот везде все понятно. Вся эргономика, все здесь, по большому счету, даже когда переключаешь передачи, не видно, что включено. Поэтому этот дисплей, по мне, так и вообще нафиг не нужен. Главное, что вы включили, передачку включили, свет включили. Здесь фара, кстати, усовершенствована. Смотри, не просто там какой-то фонарик, а полноценно. Дневной ходовой огонь, светодиод ближнего света. Теперь у вас точно будет заметно. То есть, короче говоря, это не только для курьеров, не только, но и для дачи. Главное, это утилитарная история абсолютно. Которую, ну, я вам честно скажу, не нужно хранить, оберегать. Вы просто сели и поехали в магазин. Вы просто сели и поехали, если сюда установить какую-нибудь большую решетку, привезли дров из леса. Вы просто сели и поехали на рыбалку. Просто сели и довезли соседа куда-то там. Короче говоря, реально универсальная вещь. И благодаря вот этим вещам, о которых я рассказал, а это передняя вилка, это усиление парами, это колеса, он стал намного, намного надежнее, а главное, долговечнее. Ведь отдавать свои, внимание, 59 900 хочется так, чтобы эти деньги, так сказать, на десятилетие. Вот это как раз тот вариант. 59 900 цена на него, это Венбо монстр в коробке. Если хотите, чтобы мы собрали, подготовили, и вот в таком вот виде вы его забрали у нас, 2000 рублей, пожалуйста, сверху доплатили, и все, мы его соберем, все вам покажем, расскажем, как включается, как едет, как на него садиться, как с него слезать, корзинку, все, короче говоря. То есть полный комплект это 59 900 плюс 2000 рублей за сборку и настройку. Ну а теперь, в общем-то, давайте от слов к делу передадим этот байк Владимиру. Владимир сейчас, конечно же, проедет, расскажет про тормоза, расскажет, вообще, поменялось ли поведение вела из-за того, что поменялась вилка, поменялись сами покрышки, рама стала жестче, ну и как вообще разгоняется, как тормозит, и какова же максимальная скорость. Поехали кататься, друзья. Друзья, всем привет, с вами Владимир, команда Luxville, и сейчас мы прокатимся на новой модели от компании Vembo, это колхозник Monster. Это мощный велосипед, прям сразу вот ощущается то, что он мощнее, мощнее предыдущей версии, то есть именно в тягу, то есть ощущается мощь, по максимальной скорости, я думаю, это будет все то же самое, но при этом он более тяговитый. У него спереди хорошая вилка, кто-то уже ощущается, то есть не так сильно трясет, да и в целом не так сильно громыхает, и все в нем трясется, ну кроме, естественно, аккумулятора. Ну, я уже немножко покатался, пока мы, ребят, снимали обзор, немножко проехал. Тут гидравлика. Гидравлика мотоциклетного типа с использованием ДОТ-3. Вот, я вам честно скажу, если бы я выбирал и образно у меня были свободные средства и был бы готов взять бы этот велосипед, то, скорее всего, я выбрал бы его. Все-таки вилка такая здесь фундаментальная и при этом мощнее мотор. То есть мотор-колесо действительно, он больше. Я думаю, что когда мы будем в мастерской разберем, покажем, какой контроллер стоит. Контроллер явно здесь мощнее. Но при этом еще и мотор-колесо, мне кажется, больше. Как-то это тот же самый велосипед-колхозник. Но он называется монстр. Да, громыхает, когда я взял багажничек. А, это не багажник громыхает, я же выяснил в прошлый раз, то это происходит громыхание от подножки. Тоже эту проблему можно решить. Поставят резиновые там прокладочки и ничего громыхать не будет. Здесь такой асфальт у нас не очень ровный, да, то есть не идеально ровный. Он безъян, но он волнистый. Вот по переду я не ощущаю вообще никаких то есть нареканий. Вилка отрабатывает шикарно. Гидравлика, естественно, нас отлично останавливает. заднее лицо легко срывается в юз. Здесь проблем с этим нет. Сейчас мы выйдем на дорогу, попробуем развить максималочку. Уже здесь вот по таким тропинкам она была 35. По ощущениям кажется, 40-45 он должен поехать. это, конечно, проверим. Такое вот взять в колхоз, в магазин загонять по-быстрому удобно. Можно ноги ставить на педали, также можно поставить их на подставку, тоже вот я сейчас в первый раз поставил. Удобно. Удобно, друзья, класс. Так, ну что, смотрите. Я еду в подъем, здесь видно, что подъем небольшой, но при этом скорость по GPS 39. Явно, чтобы по прямой он поедет быстрее. Он 40, даже разгоняемся. Остановка происходит легко и быстро. Да, вилка мягкая спереди. Я прямо сейчас заметил, прям ход ее шикарный. Корзинка спереди уже в комплекте. Она пластиковая, не гремит. Смотрите, 44, 45, или он такое ощущение, что идет дальше на разгон еще. Педаль не правда не помочь уже. О, большой жегкий. Как я подпрыгнул на 45. Задняя подвеска жестковата, а у передней мягкая. Ну, 45 это достойный результат. для данной даже 46 была в моменте. Для данного электроволосипеда есть поворотники. В базе уже установлено, это удобно. Вот если выехали вдруг на дорогу, то можете показывать, что вы поворачиваете. Держатель для телефона. На самом деле очень надежный и хорошо фиксирует телефон. Точно никуда не выскочит. И, насколько я знаю, еще здесь USB разъем, то есть его можно сразу поставить на зарядку. Если, допустим, катается на велосипеде, ну, не знаете, куда ехать, там, новый маршрут, включили навигатор, там, Яндекс.Карты, Мапс.Ми, все что угодно. Зарядочка сразу его поставили, телефон, и он разряжаться не будет, а будет даже заряжаться. Это классно. Это классно и удобно. Снял в корзинке передвижен сумка, зарядное устройство от него. Это все очень хорошо и удобно. Я думаю, что он такие диски и зимние покрышки, может быть, зимой ездить, не напрягаясь. Причем, при всем, что у него электроника находится под задним сиденьем пассажира, то езда по лужам, я думаю, вообще не составит никаких проблем. Так, но мы, естественно, снимем сейчас заднее сидение. Посмотрим, какой все-таки установлен там контроллер. Потому что явно, что контроллер мощнее. Это ощущается. Ну и что, перемещаемся тогда в мастерскую. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. Заказом в этих моделях у нас две. Один собранный, вот сейчас настроенный велосипед, пробег на нем общий 7 километров. Отдаем его по цене как собранный. И также один есть новый, запечатанный в коробке. Ожидаем скоро поступление в районе 20 штук. так что успеете в этом сезоне еще взять по привлекательной цене. Потому что в нынешней ситуации цены растут постоянно. всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся и перемещаемся в мастерскую. Всем пока. так, друзья, разобрали монстр от компании Venbo и вы просто посмотрите сколько у нас различных велосипедов. Сань, просто покажи различных. Есть и Minaco, и Minaco, и Venbo, и Venbo колхозники и теперь уже и Venbo монстр, который мы благополучно разобрали, чтобы показать какой же контроллер так замечательно везет эти широченные колеса. А вот посмотрите, как обычно под задним багажником, не передним, а задним, стоит установлен контроллер. Значит, здесь, не знаю, видно там вам 25, 25 ампер, друзья мои, 25 ампер. В общем-то, теперь понятно, откуда такая прыть. В стандартных колхозниках стоит 20, 21, 22. Здесь, вы помните, да, мы разбирали, там на 18 стоит 21, а на 20 или наоборот, там на 20 стоит 20 на 20-дюймовых колесах, а на 18-дюймовых стоит 21 контроллер, поэтому 18 едет пободрее немного. А здесь, ну понятно, вилку нужно вести, усиленную конструкцию тоже нужно вести и, соответственно, покрышки такие толстые нужно тоже вести, потому что сопротивление к качению с толстыми колесами выше. Соответственно, китайцы быстренько сюда установили 25 ампер в контроллер, аккумуляторную батарею 20, 20 ампер часов, вот так она снимается и выглядит. И, в общем-то, все это поехало гораздо, гораздо интереснее. То есть, передняя вилка, я напомню вкратце о том, что здесь допилено в монстре, это передняя вилка, это сварная конструкция усиленной рамы, контроллер мы с вами видим 25 ампер и, соответственно, колеса. Колеса 16 дюймов, но профиль их достаточно высокий и уже с протектором, который, как мы предполагаем, в принципе, годится и для такой слякотной зимы. Понятно, для льда нет, но для слякотной зимы, если вы работаете на такой технике, то по большому счету можно купить и можно сразу же, например, самостоятельно, если уж по льду будете в том числе гонять, самостоятельно их шиповать и будет все в порядке. По большому счету за 59 900 это отличное предложение, добавляете еще 2000 рублей и вот в таком собранном абсолютно готовом виде получаете замечательный, надежный и для кого-то это велосипед, а для кого-то инструмент для заработка денег, который отбивается плюс-минус за 10-12 дней работы на той же Яндекс.Доставке. Все, друзья мои, если понравилось, поставьте лайк, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале и, соответственно, пойдемте в комментарии общаться. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok